Подведем итоги. В России 16-е формировалось сословное общество. Но права разных сословий, чинов, не закреплялись юридически, внутри их не было корпоративной сплоченности, как это было в Западной Европе. В России на формирование сословий решающее влияние оказала государственная власть, поэтому они различались не столько правами, сколько обязанностями по отношению к государству. 10. Опричнина. Какое значение имеет Опричнина в истории России? Каковы были итоги правления Ивана IV? 1. Падение избранной рады. По мере укрепления личной власти Ивана IV менялось его отношение к избранной раде. Тем более, что с некоторыми решениями царя-члены избранной рады были не согласны. Это вызывало раздражение Ивана IV. Царь никогда не забывал, как и в 1553 году в городе после возвращения из Казанского похода он внезапно тяжело заболел. Встал вопрос о наследнике престола. Иван составил завещание в пользу своего только что родившегося сына Дмитрия. Через несколько месяцев ребенок случайно погиб и потребовал от царедворцев принести ему присягу. Многие из приближанных, а в том числе и члены избранной рады, старались уклониться от этой процедуры. Они боялись, что при царе пеленочнике вновь начнется боярское своеволие и предпочитали видеть на престоле двоюродного брата Ивана IV, внука Ивана III, удельного князя Владимира Старицкого. После выздоровления Иван очень изменился. Он стал подозрительным и жестоким. Все чаще проявлялись его разногласия с членами избранной рады. Реформы, разработанные ими, были рассчитаны на длительный период. Царь же хотел немедленных результатов. Масла в огонь подливали неудачные советы Адашева в ходе Ливонской войны. И в 1560 году в городе умерла первая, горячо любимая жена Ивана IV, Анастасия Романовна, не простившая Сильвестру и Адашеву их колебаний во время болезни царя. По Москве пополз слух, что царицу извели своими чарами Сильвестр и Адашев. Стремившийся к самовластию царь уже давно тяготился опекой со стороны Сильвестры и Адашеву и охотно поверил слухам об их виновности. 2. Расправа царя с приближенными. Созванный в Москве земский собор осудил бывших соратников царя как заведомых злодеев. Адашев был арестован и умер под стражей. Сильвестр сослали в один из северных монастырей, где он вскоре погиб. В столице начались массовые расправы над боярами. Устранение Адашева и Сильвестр означало отказ царя от проведения реформ. В довершение всего в 1563 году в городе скончался митрополит Макарий, который имел большое влияние на Ивана IV и сдерживал его жестокие порывы. Новый митрополит Афанасий открыто встал на сторону недовольного боярства. Какими правами и привилегиями обладали бояре в начале правления Ивана IV? Спасаясь от гнева Ивана IV, получившего в народе прозвище Грозный, некоторые знатные люди бежали за границу. В апреле 1564 года в Литву ушел один из ближайших советников царя, известный военачальник, герой взятия Казани князь Андрей Курцкий. И в послании из Литвы он обращался к царю, омраченному адской зла, было в сердце прокаженному совести, тирану беспримерному. Курцкий требовал от него прекратить казни невинных людей. Иван IV, отвечая бывшему сподвижнику, отстаивал идеи неограниченной царской власти, горе дому, каим владеет жена, горе царству, каим владеют многие. Тем временем положение в стране продолжало ухудшаться. Ливонская война требовала чрезвычайного напряжения сил. Люди устали от войн, продолжавшихся более двух десятков лет. Победы начали сменяться поражениями. Ответственность за это царь возлагал на изменников, воевод которых казнили по его приказу. Иван IV принял решение окончательно ликвидировать самостоятельность бояр, лишить их влияния на государственные дела и тем самым полностью стать единобластным правителем, самодержцем. Именно со времен Ивана IV понятие самодержавие стало означать неограниченную власть государя. Как была устроена система управления государством в странах Европы в этот период? 3. Опричненные опричники В декабре 1564 года Иван Грозный с семьей приближенными неожиданно выехал из Москвы в Александрову Слободу. В начале 1565 города он направил в столицу две грамоты, которые надлежало огласить на Красной площади. И в первой грамоте, адресованной митрополиту Афанасию, царь обвинил бояры духовенства во многих изменных делах, в расхищении казны земель, в нежелании защищать царя от недругов его. Иван объявлял, что оставляет престол и поселится там, где Бог наставит. Во второй грамоте, адресованной жителям столицы, он, объясняя причины отречения, выставил себя защитником черных людей от боярского своеволия. И в Москве началась паника. Горожане, которых в меньшей степени коснулись царские гонения, потребовали от духовенства и бояру говорить Ивана IV вернуться на царство. В Александрову Слободу выехала делегация духовенства и бояр. Царь заявил, что вернется только при условии предоставления ему права казнить изменников, то есть всех неугодных по своему усмотрению. Он потребовал также учредить в стране особый порядок, который получил название «опричнины» от слова «опричь кроме». Этот порядок предусматривал разделение всей территории государства на две части – опричнину, взятую в особое царское управление, и земщину, которой должны были ведать бояре. В состав опричнины входили самые богатые области государства – часть Москвы, Вязьма, Можайск, Вологда, Костромай, Дере. Ее центром стала Александрова Слобода. Землевладельцы, не вошедшие в царскую опричнину, должны были покинуть свои вотчины. Им предоставлялись земли в отдаленных местах. Владения выселенной знати дробились и передавались опричникам – людям, служившим в опричном войске. Опричнина, охватившая значительную часть государства, разорила прежние удельные гнезда, значительно ослабила экономическое могущество старых боевско-княжеских родов. Одновременно было создано опричное войско. Опричники были призваны грызть царских изменников и выметать из государства измену. В знак своего предназначения они прикрепляли уседла лошади, голову, собаки и метлу. Начались массовые ссылки к казни, насилия опричников над боярами, заподозренными царем и в измене. Действия опричников вызвали недовольство большинства населения страны. В 1566 году в городе Наземском соборе царю была подана челобитная об отмене опричнины. Ответа пришлось ждать недолго, все челобичики были казнены. Митрополит Афанасий в знак протеста против злодейств опричников сложил из себя сан. Новый митрополит Филипп Колычев также обличал царя и требовал отмены опричнины. Во время службы в Успенском соборе опричники набросились на митрополита и сорвали из него церковное облачение. Затем он был сослан в один из тверских монастырей, где и был задушен ближайшим помощником царя Малютой Скуратовым. «Повинуйся твоей воле, но умери же совесть мою, да не будет опричнины. Да будет только единая Россия, ибо всякое разделенное царство, по глаголу Всевышнего, запустит. Не могу благословлять себя искренне, видя скорбь Отечества». Свой главный удар опричнина нанесла по тем силам, которые могли угрожать самодержавной власти царя. В 1569 году в городе царь расправился со своим двоюродным братом удельным князем Владимиром Старицким. Услышав, что удельный князь якобы замышляет его отравить, Иван приказал дать яд князю Владимиру, его жене и дочери. Так был устранен возможный претендент на престол. 4. Поход на Новгород-Ицков. Борьба с Крымом. Итоги опричнины. Давно тревожил Ивана Грозного и вольнолюбивый Новгород, не забывший своих древних речевых традиций. В декабре 1569 года, получив донос о боярском заговоре, царь выступил в охот против древнего города. Опричники грабили, встречавшиеся им на пути города и села, подвергали насилию и казням их жителей. В самом великом Новгороде кровавая расправа и грабежи продолжались около шести недель. Затем царь двинулся на Псков. Но смирение горожан и встреча Ивана IV хлебом с солью избавили город от массовых казней. Он был лишь разграблен. Победоносно, закончив новгородский поход, опричное войско в 1571 году городе пропустило к Москве крымского ханаги в лед Гирея, который сжег столицу. На следующий год крымские татары повторили свой набег. Царь был вынужден объединить отряды опричнины и земщины. Во главе объединенного войска был поставлен опытный полководец князь Михаил Воротынский. В 1572 году в бою деревни Молоди в 50 километрах южнее Москвы силы Девлет-Гирея, превосходившие в два раза войско Воротынского, были разгромлены. Эта победа показала царю преимущество единого войска. Империад опричнины царь Иван Грозный добился резкого усиления своей власти. Осенью 1572 города опричнина была отменена. Царь даже запретил под страхом смерти упоминать это слово. Но казни продолжались. Теперь царь расправлялся уже с самими опричниками. Ущерб, нанесенный российскому государству опричниной, был огромен и привел к хозяйственному упадку страны. 5. Итоги царствования Ивана IV Несмотря на многие достижения и победы, общие итоги правления Ивана IV были печальными. Бесконечные войны опричнина, массовые казни привели к невиданному хозяйственному упадку. По всей стране стояли заброшенные деревни и села. Пашни зарастали лесом и бурьяном. Многие крестьяне, спасаясь от непомерных податей, произвола властей и помещиков, бежали на юг, по Сибири и по Волжье. Стремясь не допустить окончательного разорения помещичьих хозяйств, Иван IV усилил политику, направленную на закрепощение крестьянства, введение заповедных лет. Разгром родовых боярских вотчин, раскол на опричников и земских привели к существенным изменениям в высших слоях общества. Боярско-княжеская знать попала в полную зависимость от царя. Напротив, люди, сделавшие карьеру в опричнине, не только сохранили свои владения, но и приобрели новые земли. Опричники получили преимущество и в продвижении по службе. Трагически заканчивался и жизненный путь самого царя. Жестокий, болезненно-подозрительный, испыльчивый Иван IV в припадке гнева в ноябре 1581 города убил своего сына и наследника престола, царевича Ивана. Царевич был сподвижником отца, во многом походил на него, но не боялся говорить свою вольному царю правду. Иван Васильевич тяжело переживал смерть старшего сына, 18 марта 1584 года города он скончался, оставив разоренную страну и неподготовленного к управлению великой державой тихого и набожного сына Федора. Подведем итоги. Установление Опричнины способствовало утверждению в России неограниченной власти царя. Цена этого была огромна. Опричнина разорила экономику и хозяйство страны, пришли у запустения самые богатые и процветающие области российского государства. Опричное войско оказалось не в состоянии отразить внешнюю угрозу. Это убедило Ивана IV в несостоятельности опричных порядков. Проигранная война, хозяйственное разорение, усиление крепостного гнета – вот то наследие, которое оставил Иван Грозный своим преемником.